Опыт Чувашии по развитию самбо представили на Международном конгрессе. Он посвящен одному из основателей самообороны без оружия Анатолию Харлампиеву. В ноябре в стране отметят 80-летие национального вида спорта. Перспективы развития самбо обсуждали на пленарном заседании. Участие в нем принял и глава республики Михаил Игнатьев. Его называли непобедимым отцом самбо. Именно Анатолию Харлампиеву удалось создать боевую систему, не уступающую дзюдо, карате и боксу. По сути, самооборона без оружия и стала ответом другим контактным видам спорта. Международный конгресс проходил в стенах Московского энергетического института. Здесь Анатолий Харлампиев работал более 20 лет и создал Центр развития самбо. Для нас важно, как для Национального светского университета, чтобы мы внесли свой вклад в развитие, в данном случае, самбо, в развитие молодежи, инженерной школы, которая бы потом, решая задачи технического, технологического развития страны, не забывала бы об этой нравственной компоненте. Российское самбо отвечает актуальным запросам государства в области обеспечения безопасности, патриотического воспитания и здоровья нации. Самбо выходит из плоскости исключительно профессионального спорта, в плоскость массово, популярного. Уверенно звучит мнение о том, что борьба самбо должна стать частью не только спортивной, а вообще жизни России. В честь основателя самбо заложили аллею и установили памятник Анатолию Харлампиеву. Самооборону без оружия признали официально 80 лет назад. И еще на заре развития новый вид спорта вобрал в себя более тысячи приемов национальных видов борьбы. Дело мастера живет и процветает. Продвигать самбо в массы поручил и президент России. У нас оказалось, есть единственный вид спорта – это самбо, где мы говорим на русском языке, где мы, по сути дела, действительно вобрали большой образ. И, по сути дела, единственный вид спорта, где 120 стран в мире, и все мы организационные мероприятия проводим на русском языке. Нужно немножко шире посмотреть на человека, который занимается этим видом спорта, и что это дает для развития личности. Это действительно многогранность, это действительно духовность, это действительно нравственность, это действительно воспитание, это действительно характер. Это, конечно же, человек, который занимается этим видом спорта, никогда не будет на стороне преступности. Самбо привлекает все больше ребят. Этот вид спорта начали преподавать и в школах в рамках федерального проекта «Чувашия среди пилотных регионов». Это для нас базовый вид спорта. В республике открыто отделение самбо в 10 спортивных школах, в которых занимается 1702 спортсмена на 1 октября. В том числе, если взять от общего количества, каждый третий – это сельский житель, который любит самбо. С 2016 года «Чувашия» активно включилась в реализацию федерального проекта «Самбо школу». На сегодняшний день в нем участвует 6 школ. Мы знаем, что это недостаточно. Это первый шаг. Ученики кадетской школы имени генерала-майора Всеволода Архипова самбо занимаются с начальных классов. Недавно появились и призеры чемпионатов. Самый главный наш результат, я считаю, это май 2018 года, когда мы приняли участие в Анапе, во всероссийском слете самбистов. Очень много регионов участвовало. Наши пятиклассники заняли третье общекомандное место. Выпускники наши 9, 10, 11 классы занимаются самбо элементами рукопашного боя на базе спецназа Министерства внутренних дел по Чувашской республике. Успехи школы оценили. За популяризацию самбо вручили благодарность Министерства просвещения России. Михаил Игнатьев отметил, что в республике уроки самообороны без оружия начнут преподавать и в вузах. Убежден, что занятия таким видом миноборцев будут востребованы и в студентском сообществе. От Чувашии сборную команды Российской Федерации в 2018 году вошли 11 спортсменов. Инициативы региона в Совете Безопасности страны готовы поддержать. Действительно очень много сделано. Есть настрой на будущее. И Михаил Васильевич, вы достойно выполняете те обещания, которые давали. И я считаю, что самбо в Чувашии является спортом номер один. Накануне конгресса пришла и приятная новость. Воспитанницы школы самбо Чувашии завоевали золото и серебро на первенстве мира, которое проходило в Грузии. Дмитрий Ковалев и Андрей Спиридонов. Республика из Москвы.